Музыка Потому что мы прошлёпали эту ситуацию, мы её упустили, а потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосётся и я, и Путин. Ой, не лги, царю лжёшь! Музыка Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин! Гранатовая палата Памятник архитектуры в московском Кремле, одно из старейших гражданских зданий Москвы. Постройка использовалась для проведения торжественных обедов, заседаний и церемониальных приёмов при венчании на царство. Памятник архитектуры в московском Кремле Уважаемые товарищи! Пойсков сбунтовался! Говорят, царь ненастоящий! Памятник архитектуры в московском Кремле Горе мне! Ох, горе мне! Успокойтесь! Успокойтесь, Иван Иванович! Ох, горе мне! Вы водку пьёте? Ситуацию нужно было у стаканницы. Пропустили. Фактически остановили гражданскую войну. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну-ну-ну-ну. Что ну-ну? Я его на бочку с порохом посадил. Пусть чай полетает. Но в России, как всегда, появились, особенно всегда так бывает, ура-патриоты, которые начали выйти кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. В чистом поле, Василики, дальняя дорога. Когда разворачивалась смута в России, как-то все под веником сидели. Сердце рвётся от тоски. А после драки руками мы умеем махать. Ох, как умеем. И советовать. Мочить, мочить и мочить. Слушайте, ну есть кого мочить. А в глазах тревога играл. Да ещё раз. Поэтому, прежде чем мочить, надо подумать, а что будет завтра. Надо посмотреть дальше своего носа, что будет. Да ещё много, много-много-много-много, эй, да ещё раз. Но, что мне делать? Останавливаемся. Они начнут нас мочить. Я говорю, не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя. Уважаемые товарищи. Ваша решимость и мужество, так же, как и консолидация всего российского общества, сыграли огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Царь тут, 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 тут. Царь тут. Царь тут? Сидеть. А где же ему быть? Царь всегда на своем месте. Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России. Мы, я не разу так говорил, я и Путин, поколение уходящих политиков. Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций. Но пока мы президенты, мы очень жестко, а порой жестоко будем отстаивать то, что положено нам по Конституции. Рявкни на них. И мне было важно с Путиным договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание, они хотят поехать в землю. Ну ради бога. Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить. Я как-то и внимания особо не обращал. Ну война идет, мало ли что там происходит. Маруся, молчи без слез ее. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. От грусти болит душа ее. Он с тобой не то что встречаться, по телефону разговаривать не будет, в силу этой обстановки. Молчит. Кап-кап-кап. Изъездный глаз воруси. Капают слезы на копье. Это и не только потому, что это вот наше отечество, а потому что, не дай бог, вот эта смута пошла по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные. Следующими были мы. Красота-то какая. Лепота. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил. Пойдем на Москву. Нам нужна справедливость. Столько лет, где тебя носи. После первых переговоров, разрешите мне собрать командиров и посоветоваться. Я говорю, конечно. Конечно, ты с ними посоветуйся, чтобы потом тебя не обвинили. То есть, смута таким образом была предотвращена. Попросил, чтобы дали мне и СМИ, что Вагнер будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакого ядерного оружия Вагнера охранять не будет. Поэтому это обычный вброс. Никакой Вагнер не будет охранять ядерное оружие. Это наше. А все-таки кто вы такой, а? Аз, есм, царь. За сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Ну, чем можем, поможем. Мы с Путиным виноваты, что не приняли вовремя меры. Каюсь, что хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского, временно являлся исполняющим обязанности царя. Если кто-то этого не понимает, задумайтесь над этим. Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. В России в обществе под плинтусом сидит очень много. Какого царя, что? И вы царь? Царь? Ну, царь Иван Васильевич Грозный. Лжешь, собака! Где-то вякнул, посмотрели 20-й год, проверили и прочее. Иди сюда. Там еще этого нет. У нас очень непростые времена. Давайте будем исходить из того, что это только начало. Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент Путин, потому что это наше отечество. Еще раз повторяю. Поэтому, если кто-то там, в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества. Курячий, Азимий. Азимий. Азимий.